всем доброе утро время у нас пол одиннадцатого ну я вчера вам говорила что сегодня хочу состряпать хлеб вчера купила вот такие дрожжи сейчас я разделю на четыре части я так делаю так покупаю и сразу делю их примерно пополам одну часть я оставляю вот эту 25 грамм хлеб замешивать а эти части уже обратно заморозку когда мне надо я возьму эту часть это как раз на одну порцию на улице у нас тепло но ветрено 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 так теперь что принесла свои формочки с веранды я их помыла сколоснула потому что они пылюки были вот на вот этой форме так советских времен цена 2 рубля 20 копеек представляете о 220 жаровня вот это но мне она уже не на ровне она уже для хлеба так муку я вчера вот эту чашку набрала ее надо просить это это первый сорт первого сорта мука в общем сегодня будем с нее тряпать хлеб так надо чашку в общем я две булочки сделаю так начали я сделаю опару пока это да все пока то да все она мне поднимется и будем замешивать возьму пол-литровую на пол-литра будут заводить пол-литровый кружку так теплой водички ой тоже горячие пока вот так вот опару опару мне надо завести сахару добавлю муки и сюда дрожжи сейчас раскрашу свежие дрожжи они хорошие такие сразу рассыпаются размешать все поставить для подъема у меня еще в доме не топлено мы топим вечером поэтому вот мне кажется для хлеба это будет прохладно я буду его укутывать буду еще муки добавлю что там эти комочки это все ерунда дрожжи начнут играть и комочки все разойдутся так вот так я сделаю сюда поставлю на кирпичке они все равно как бы не холодные так теперь мне нужно что что мне нужно чашку в которой я буду заводить и сегодня друзья хочу испечь печенье и тенюхи вот хорошо у меня столько друзей в одноклассниках мои подписчики и мои друзья в одноклассниках одни и те же люди вот елена мне там прислала кучу рецептов я вчера посмотрела и нашла там печенье такое вообще незатейливое готовится быстро в общем вначале сейчас заведем тесто на хлеб а потом испечем вот эти печенюшки которые там рецептю увидела так что печенье вкусные так вот здесь у меня это вышка у меня здесь я ее не трогаю сейчас эту муку рассею своим ситом древним а чё я сито вот забываю сито смотреть у меня есть у меня есть но здесь настолько мелкие эти сильно мелкие эти дырочки покрупнее чтобы и долго сеять а между на выставить еще это только для бисквита для тортовать этим заниматься сильно долго так это не по мне мне надо вот так муки я думаю хватит все друзья общем я сейчас просею все приготовлю потом замешаем что-то варить ничего не поставила время то это что-то сварить такое господи что сварить суп борщ уже все надоели суп и борщи рыба жареная не знаю я кашу какую-нибудь сварить об обед так потом я пересыплю конечно назад вот эту муку а в этой зеленой чашки буду замешивать тесто вот она совершенно чистая совершенно тут вообще ничего нет я смотрю коктейли не сеют берут сразу с этого и прям выдыхает с мешочкой не сеют ничего я не знаю я что-то сеют все время хотя вот я смотрю в ней вообще ничего нету наверно чтобы она обогащалась кислородом для этого наверно стеют вот видите ничего нет все опара у меня подошла я ее все-таки запрятала целопановый пакетик думаю домик для нее будет прохладно она вот поднялась и знаете что я еще сделала вот сейчас я помешаю сюда поставила так вот включаю духовку на счет раз два три 4 5 выключаю она тепленькая ставим сюда и она на тепленьком это где-то я увидела интернете так делаю часто так в общем опара видите как шапкой взялась сейчас сюда еще долью водички кружка была не полная вот видали чё ничего мы сейчас это все сполоснем так тепленькой водички добавлю так и как раз у нас получится пол литра хотела помыть ну вот так вот чтоб ничего девочки не пропадала заздря так масло наверно вину сюда немножко подсолнечного ложки 3 наверно столовых получилось размешать и все и добавляем муки первый сорт такая карта белая мука так сразу все не высыпаю вот это много муки у меня надо смотреть так руками надо смотреть все это дело но это я лишку насыпала надо добавить водички теперь нормально все я вымешиваю хорошенько промешаю и буду закутывать какой нибудь не знаю плед закутал чтобы было тепло детство друзья я же забыла сегодня ж праздник сегодня день народного единства всех поздравляю с этим праздником как говорится вместе мы сила вот раньше как на 7 ноября ходили на сети кричали ура ура на демонстрации сейчас все по-другому немножко в общем всех всех с праздником и сегодня еще такой старинный праздник забыла какой по телевизор смотрелось в общем друзья всех с праздником все я тесто закутала в плед поставила его там спальню свою несла на кровать поставила на солнышко солнышко на него попадает пусть поднимается а мы этим временем быстренько-быстренько спечем печенюшки такие вообще быстро и хорошо для внуков так быстро и быстро здесь вот надо одно яйцо одно всего лишь яйцо сюда я его разбиваю сюда надо 100 грамм сахара высыпаю и 120 грамм подсолнечного масла пока больше сюда ничего не надо ни сметану сюда не надо ничего все это так хорошенько надо перемешать сейчас я хорошо перемешаю чтобы вам тут не греметь я перемешала вот так вот ну добила сюда надо 200 грамм муки я добавлю чуток ванилинчику чтоб пахло так в муку и сюда надо разрыхлитель пол чайной ложки так сухой ложкой надо набрать все смешать и еще не открою быстро вот так пол ложечки набираю все вот так вот смешиваю и высыпаю сюда и замешиваем тесто на печеньке вот и все теперь отрываем от теста по кусочку вот так его катаем я беру вот так да сюда насыпала сахара вот так обмакиваю вот и на листик вообще все так просто чтобы чтобы меня вот так вот руками не это ну как руки не марать в сахаре вот укладываем в общем все раскладываем сколько нам хватит потом дальше покажу вот друзья сколько у меня получилось теперь придать им надо красивый вид сейчас возьму вилочку такую вот так чтобы видно было и будем вот так вот делать так раз и будет красивенько простенько и вкусненько видите как вот какой рецепт хороший все сейчас духовка нагревается я поставлю такая красота получается друзья испекла печеньки чуть чуть не прозевала уткнулась я в телефон вот такие они на разломе они уже подержали минут десять остывали рассыпчатая вкусная внукам савато надо же какое рассыпчатая друзья стряпайте вот оно какое поднялось от разжиглителя ммм замечательно ну что еще надо вкуснее магазина 150 раз можно сделать двойную дозу это одна порция можно сделать двойную порцию так все хлеб у меня на расстойке сейчас эти первый раз поднимется я его обомну второй раз поднимется тогда уже буду выкатывать форму и третий раз будет подниматься в форме ну все тесто подошло у меня два раза немного что-то я его залила у нас было чуть больше посмотрим выйдет мне на две булочки или нет так так в середину смазала подсолнечным маслом от края от края не попали так что я его на стол так ну две небольшие булочки будут вот первый слом да мука не темная хорошая мука прям хорошая так разрежу напополам эту кругленькую сделаем конечно будут небольшие вот сюда я ее положу ну ладно какие будут я уже давно не пекла надо на чуть больше заводить на чуть-чуть так эту булочку как мне сделать у меня форма удлиненная здесь видите какая форма удлиненная я ее вот так наверное сделаю вот так вот и сделаю вот так вот и сделаю а это разойдется и займет объем это будет так все сейчас поднимутся расстояться и в духовку и готово вот такие вот булочки ну это булочка такая небольшенькая я ее вытащила вперед она поменьше а эту вытащила недавно она еще горячая сильно ну не стала уже сильно ее в это хотела посильнее чтоб поджарилась ладно так пускай легенькая но это горячая а эту можно краешек отрезать посмотреть краю но она тоже еще как бы совсем не остыла это краю первый сорт да но нет видите она горячая внутри вот так вот выглядит так видите можно чесночком натереть и с молочком горячий ну все ой пахнет хлебом вообще вкусно вот такой друзья хлебушек с первого сорта прям не скажешь что это первый сорт прям вообще белая мука хорошая в общем все я угорела в доме я убегаю друзья на улицу все друзья пошла я на улицу мне жарко у меня протопилась печка сварилось мясо сейчас немножко на улице я там кое-что поделаю и буду доваривать борщ вот хлебушек красавчик вот больше сварю и с хлебушком ну и все друзья я желаю вам всем крепкого здоровья всем всего хорошего всех с праздником и всем пока-пока до новых встреч до новых встреч